В этом ресторане китайского юго-западного города Наннин в Гуанси-Джуанском автономном районе предновогодний ажиотаж. На 9 февраля, это канун праздника весны или Нового года по лунному календарю, все 24 зала забронированы. При этом каждая комната вмещает от 10 до 20 человек. Блюда из морепродуктов здесь вам могут обойтись почти в 4000 юаней. Это около 540 долларов. Но на цены в меню никто не обращает внимания, ведь новогодний стол должен быть богатым и разнообразным. Если вы не собираетесь идти в ресторан, выходом может стать покупка готовой еды или полуфабрикатов. Карп из реки Хуанхэ – классическое новогоднее блюдо в провинции Хэнань в центральной части страны. Однако не все умеют его готовить. Слишком сложный процесс. Чтобы помочь клиентам без стресса встретить чунде, одна местная компания решила производить готовые блюда, в том числе карпа из реки Хуанхэ. Главной задачей при этом является сохранение свежести и вкуса продуктов. В прошлом году мы презентовали к празднику весны несколько готовых блюд. Больше всего заказов было на карпа из реки Хуанхэ почти 3000. После мы собрали отзывы наших клиентов и в этом году значительно улучшили свой сервис и качество продукции. В итоге сегодня мы имеем 8000 заказов на карпа из Хуанхэ. А ближе к Новому году ожидаем, что эта цифра вырастет до 10 тысяч. Сейчас все наши цеха работают на полную мощность. Эта компания из Шэньчжэня, провинции Гуандун на юге Китая, организовала похожий бизнес. На выбор клиентам здесь предлагают четыре типа комплексных блюд. Употреблять их можно сразу, предварительно разогрев. Готовое блюдо также популярны в супермаркетах. В этом магазине, например, продажи выросли вдвое по сравнению с прошлым годом. Больше всего такой способ подготовки к празднику популярен среди молодых людей. Они привыкли заказывать еду онлайн и предпочитают проводить время за отдыхом и развлечениями, а не плиты. Кстати, некоторые рестораны тоже предлагают купить своим посетителям готовые блюда. Готовые блюда сейчас в тренде. Люди больше заинтересованы в экономии своего времени. Лучше то, что удобно. Я не хочу жарить еду во фритюре или готовить сложные дома блюда. Мне проще их купить. Здесь предлагают подарочные наборы за несколько сотен юаней, причем уже с посудой. Это очень удобно. Тем временем опрос на платформе электронной коммерции показал, что 33% пользователей предпочли бы приготовить новогодний ужин самостоятельно и сочетать его с готовыми блюдами. По прогнозам, продажи в этом сегменте во время праздника весны в этом году достигнут очередного пика, причем тенденция сохранится и в будущем. Разнообразие новогодних товаров, специально подготовленных к празднику весны. Посетители в приподнятом настроении. На новогодней выставке продажи в пекинском стадионе трудящихся можно попробовать деликатесы со всей страны. В субботу и воскресенье число посетителей может достигать 20-30 тысяч человек в день. В будние дни от 10 до 20 тысяч человек. На более чем 300 стендах представлены десятки тысяч товаров, среди которых продукты питания, товары для дома, одежда, новогодние украшения, праздничные подарки и многое другое. Здесь можно не только сделать покупки к празднику, но также попробовать деликатесы со всего мира. На ярмарке представлены стенды 15 стран-участниц инициативы «Один пояс, один путь». «Я люблю русский мед. Хочу попробовать его здесь сегодня. Я уже почти закончила новогодние приготовления, потому что начала заранее. Я уже закупилась рыбой и мясом». «Мы пришли купить фрукты, орехи и сладости. Я ищу особенные вещи с колоритом, потому что все остальное можно просто заказать онлайн». Для жителей и гостей китайской столицы в эти дни проходит целая серия новогодних мероприятий в более чем 20 ключевых деловых районах города. Поэтому каждый найдет развлечение по душе. Ведь приближением самого главного для китайцев праздника в году все больше людей готовы опустошить свои кошельки, чтобы в полной мере насладиться новогодней атмосферой. Ван Си Вэнь, Си Джи Ти Эн.